Здравствуйте, дорогие друзья! Весна приближается неумолимо, и в фитнес-центрах явно прибавилось посетителей. А это значит, что мы стали готовиться к летнему сезону, когда открытые платья, лёгкая одежда и лёгкая еда. И сегодня мы будем говорить о еде как об одном из аспекций подготовки себя к летнему сезону. Ну и, конечно, не только к летнему сезону, а вообще. И у нас замечательный гость, и я хочу вас познакомить. Терапевт, диетолог с большим опытом и с большим стажем Луиза Равильевна Каюма. Здравствуйте. Добрый день, Наталья. Я рада быть сегодня в вашей студии и постараюсь ответить на все ваши вопросы. Спасибо большое, что вы пришли. Ну и я вас сразу, как это сказать, рассекречу, да, не вас даже, точнее говоря, подготовку. Дело в том, что мы уже давно знали, как вы понимаете, что вы придёте, давно готовились, и в подготовке к этой передаче мы собрали самые актуальные вопросы, которые волнуют наших коллег, зрителей. И получился некий такой перечень животрепещущих вопросов, на которые я надеюсь, да я уверена, что мы сегодня получим самые квалифицированные экспертного уровня ответа. Ещё небольшая такая прям была. Сейчас ведь очень много питаний, разновидных, разных видов питаний, которые, в общем-то, кто-то считает для себя правильным. Интуитивное питание, интервальное питание, вегетарианское, сыроедение, веганская, аюровидическая масса. Вот что из них на самом деле правильное? Да, Наталья, я, конечно, с вами соглашусь, что на сегодняшний день достаточно много вариантов питания. Очень было правильно подмечено, и, наверное, это один из тех вариантов питания, которые я очень уважаю. Это интуитивное питание. Как раз-таки, когда мы говорим о понятии диета, многие воспринимают это понятие как некие ограничения, да, на какой-то период жизни, для получения результата. Есть, несомненно, лечебное питание, когда мы его рекомендуем в процессе лечения каких-то заболеваний, острых процессов. Но в целом питание, а вообще само понятие диета расшифровывается как образ жизни. Поэтому нет каких-то монодиет, нет каких-то волшебных диет, я бы сказала, которые помогали бы нам поддерживать наш вес. Поэтому вот именно в вопросах интуитивного питания, да, я соглашусь в каком плане, потому что организм сам знает, чего он хочет. Но, конечно, рекомендовать интуитивное питание для человека, не подготовленного к нему, который питается одним сплошным фастфудом и сказать, вот с сегодняшнего дня ты будешь питаться интуитивно, наверное, это какое-то сверхожидание. Прежде всего, всегда надо постараться разобраться, да, в чем же проблемы питания. Ну и научить человека питаться правильно, а затем уже слушать и слышать себя. Ну, по этому поводу есть очень много книг. Есть такая наша отечественница, да, Светлана Бронникова, которая выпустила серию своих книг. Я знаю вот конкретно одну книгу, такую достаточно емкую, будем так говорить, по интуитивному питанию. Оно так и называется, интуитивное питание. И есть книга Сьюзи Орбах, если я правильно сказала. Книга называется, у нее жир как феминистская проблема, и у нее есть такая уникальная фраза. Диета, лучшая диета, это отсутствие таковой. И вот она мне близка. Абсолютно, согласна, абсолютно. Вот, на самом деле, понятие диета, в самом понятии диета заложен греческий перевод образ жизни. То есть диета как образ жизни. Соответственно, мы должны придерживаться той диеты, которой можем быть преемственны всю свою жизнь, для того, чтобы контролировать, удерживать свой вес и всегда выглядеть достойно. Ну вот в этом месте хочется снять со слова диета такое негативное уже послевкусие. Потому что благодаря тому, что вот эта тема муссируется уже достаточно много, да, не одно десятилетие, мне кажется, тема диеты приобрела некий такой вот, ну вот, негативный что ли оттенок, что если я на диете, значит, я мучаю себя, я себя ограничиваю во всем, и потом это, как правило, заканчивается набором плюс 3, плюс 4, плюс 5. Учитывая, что я как бы специалист по питанию, да, диетолог, я очень много развиваю в своем направлении, я уже 10 лет официально работаю диетологом. И есть такая еще одна фраза, которая тоже мне очень близка, когда говорят, если хотите набрать вес, садитесь на диету. На самом деле всегда есть обратная сторона любых диет, потому что любая диета предполагает какое-то ограничение. Это в понимании людей, как диета. Но вот моя задача, как диетолога, на своих приемах довести до пациента, что наша потребность в еде – это физиологическая потребность. То есть если мы научимся есть в состоянии физиологического голода, уметь чувствовать этот физиологический голод и его удовлетворять, уметь насыщаться и вставать из-за стола не переевшим, то в принципе избыточный вес нам не грозит. Вся проблема нашего поколения в том, что еда стала вседоступна. И мы едим за компанию, как говорится, голод ума, голод носа, голод глаз. Пошли мимо ресторана, есть вкусный ресторан, я не голодна, но я зайду туда поем. Проходим мимо булочной ароматы хлеба, как я говорю, аромат хлеба – это тоже маркетинг. Когда мы заходим в любой гипермаркет продовольственный, сейчас практически все гипермаркеты пекут хлеб на своей территории. Почему? Это некий маркетинг для того, чтобы люди, вкушая эти ароматы хлеба, покупали больше продуктов. И когда я смотрю на эти телеги, которые везут наши товарищи, наши жители, сограждане, и эта телега полна мусорной еды, я понимаю, что человек просто или в состоянии голода делает эти покупки, или действительно влияние вот этих вот запахов, которые возбуждают центр голода, и он начинает скупать буквально все, что красиво упаковано, выглядит со сроком годности, неважно каким, но я куплю, потому что это круто, красиво, вкусно. Поэтому самое главное, наверное, это научиться есть состояние физиологического голода. И это то, что приведет к качественному состоянию здоровья. Я предполагаю, что все-таки для того, чтобы человек мог подойти как-то, вот на ваш взгляд, к правильному самому интуитивному питанию, все-таки какие-то знания о том, как работает его организм в усвоении, в переваривании, не знаю, в том, что подходит, что не подходит, все-таки какие-то знания он должен иметь. Несомненно, конечно. Вот. И мы, кажется, сейчас можем позавидеть какое-то время вот этим вопросом. Ну, например, да, вот, что такое пищеварение? Вот когда я начала заниматься сама интуитивным питанием, я открыла очень много вещей для себя, которых раньше не предполагала. То есть меня приучили есть дома родители, вот по такой-то схеме. Я много ела, ну, в смысле, долго. Так, уже поинтереснее. По-моему, не скажешь, что вы много ели. Долго, я хотела сказать. Ну, было и много, например, во время беременности, да, когда человек себя, ну, женщина себя не ограничивает, ничего. А я дорвалась. Я набрала 25 килограммов. Это очень много. Это очень много, да. Ну вот, об этом не будем. В общем, я хочу сказать, что есть какие-то вещи, которые нужно услышать зрителям именно из уст эксперта, и которые, в общем-то, лежат на поверхности, но мы их не знаем. Итак, что о своем пищеварении должен знать каждый? Ну, например, где какая пища переваривается у нас же? Наташа, это, конечно, такой вопрос достаточно глобальный, я бы сказала. На эту тему можно снять целую передачу и даже пригласить гастроэнтерологов, чтобы они нас поддержали в этих вопросах. На самом деле процесс пищеварения – это сложный механический и биохимический процесс. Вы же понимаете, что наш организм – это целая биохимическая лаборатория. Система, конечно. Да, это целая система. Но если сказать вот так вот коротко по пунктам, чтобы не углубляться вот в эти процессы биохимии, то я могу сказать как, что первый процесс – это механическая обработка пищи. Причем механическая обработка пищи происходит в ротовой полости. Как я объясняю своим пациентам, я говорю, у желудка нет зубов. И наш первый процесс пищеварения начинается именно в ротовой полости. Поэтому и процесс жевания должен быть очень тщательный. Даже есть конкретные рекомендации, что жидкую пюреобразную еду надо жевать до 10 раз. Жуете ли вы столько, Наталья? Или никогда не задумывается над этим? Нет, я сейчас уже знаю просто на эту тему. Есть тибетская поговорка, она звучит так. Монахи якобы ее придумали. Жидкое – жуй, твердое – пей. Да, абсолютно верно. То есть вы понимаете, что если довести до питьевого состояния твердое, какой процесс жевания должен быть? Ну и как нам рекомендуют от 30 до 40 жевательных движений. Но если быть точнее, говорят, 32 жевательных движения вы должны сделать с одним куском. И, соответственно, такая пережеванная пища, обработанная слюной, а слюна – это тоже важный процесс пищеварения, потому что слюна, то есть она, во-первых, выделяется лизоцим, который обладает антибактериальным действием. Уже в процессе жевания выделяется такой фермент, как амилаза, который уже начинает усваивать на первом этапе углеводы. И, соответственно, пережеванная, тщательно пережеванная пища через пищевод. Ну, пищевод в акте пищеварения особо не участвует, такой некий проводник от ротовой полости к желудку. Пища попадает в желудок. И второй этап уже начинается в желудке. Вот в желудке уже начинается процесс химической обработки еды. Соответственно, в желудке уже включается масса ферментов. В желудке включается самый главный компонент – это соляная кислота, которая участвует конкретно в переваривании белка. То есть именно в желудке наш белок расщепляется до аминокислот и до пептидов. Потом этот пищевой ком перемещается уже в тонкий кишечник, и его первый отдел – это двенадцатиперстная кишка, где подключаются ферменты поджелудочной железы. Сейчас не буду их все перечислять. В двенадцатиперстную кишку вытекает желчь, и именно уже в двенадцатиперстной кишке начинается процесс усвоения жиров, потому что именно в эмульгации жиров участвует желчь. Продолжается процесс усвоения и переваривания белка, дальше еда уходит в тощую кишку, и основной процесс усвоения пищи у нас происходит именно в тонком кишечнике. Поэтому есть такая бариатрическая операция, когда мы хотим уменьшить пищевую ценность, то есть ушивается, убирается часть кишечника. Но я считаю, что это очень неправильно, но об этом мы не сегодня. И, соответственно, уже в тонком кишечнике происходят все процессы усвоения, всасывания, то есть через наши эпители кишечника еда усваивается, попадает в кровоток, лимфоток, то есть уже несет свою какую-то некую пищевую ценность нашему организму. Ну и, соответственно, вы понимаете, что еда перемещается, да, у нас по желудочно-кишечному тракту. Значит, есть такой процесс передвижения пищи, да, то есть желудок сокращается, 12-перстная, то есть есть процесс перистальтики. Ну и в толстом кишечнике у нас большей части усваивается вода, и в толстом кишечнике у нас идет самое максимальное обсеменение, то есть большая часть нерастворимой клетчатки у нас является питательной средой для нашей микробиоты. И, соответственно, процессы усвоения пищи нашей микробиоты происходят именно в толстом кишечнике. А я на сегодняшний день говорю, наши микробиоты – это наше все. В нашем организме живет 2,5 килограмма нашей симбиотической, то есть нормальной микробиоты, которая обеспечивает нас не только витаминами, микроэлементами, но еще и нейромедиаторами. И такой нейромедиатор, как серотонин, предвестник трептофана, вырабатывается с помощью нашей микробиоты. Вот почему состояние кишечника определяет наше настроение. Представляете? Вот этого я не слышала. И, соответственно, вся эта пища постепенно эвакуируется до нижних отделов, ну и благополучно, непереваренная. Да, мы как бы все, что не переварилось, мы отдаем. И происходит так дефекация. Ту еду, которую мы не усвоили, не переварили, мы ее как бы опражняем в свой кишечник. Вот так вот. Коротко, если. Поняла. У меня сейчас, знаете, пришла такая идея. Давайте попробуем представить себе, что желудочно-кишечный тракт – это глобальная вещь в нашем организме. И она некий завод, в котором есть технология производства того или иного. И если мы нарушаем эту технологию, то линия контейнер или конвейер, точнее говоря, она просто встанет. Конечно. Вот в этом, что предусмотрено вот в этом, на линии конвейера, что предусмотрено технологами, инженерами, которые это придумали, есть в первую очередь. Потому что я слышала разные мнения. Кто-то говорит, что надо начинать с воды. Кто-то говорит, надо начинать с фруктов. Ну, имеется в виду, если у тебя многоэтапная еда. Кто-то говорит сначала суп. Вот где правда? Что, допустим, человеку предстоит плотный завтрак. Потому что я слышала, что вроде бы говорят, завтракать надо все-таки всегда и плотно. То есть человек, который выходит без завтрака на улицу, на работу, это не есть правильно. Да, я соглашусь, потому что завтрак – это некий момент пробуждения нашего. То есть организм включается, организм получает энергию через еду. И, соответственно, правильный, качественный завтрак – это залог нашего хорошего дня. Поэтому я вообще привержен не с того, что завтрак должен быть в течение первого часа после пробуждения. Хотя те люди, которые сидят зачастую на интервальном голодании, они как раз-таки отказываются от завтрака. И я всегда говорю, что это самое неправильное решение. Но если мы говорим о этапах приема пищи, конечно, утро всегда должно начинаться с воды. То есть мы должны запустить свой организм приемом стакана, а иногда и до двух стаканов воды. Желательно прием воды заканчивать где-то за 20-30 минут до приема пищи. Почему? Потому что вода достаточно быстро эвакуируется из желудка, и нам не нужен вот этот лишний объем в виде воды. Потом нам не нужно, чтобы наша соляная кислота и наши ферменты значительно смешивались с этой водой. И как бы разбавлялись. Да, конечно. Поэтому мы обычно рекомендуем утро начинать с воды, за 20-30 минут заканчивать прием воды. Максимум утром мы пьем 1-2 стакана воды, и потом приступаем к приему завтрака. Завтрак, если мы говорим о полноценном, качественном завтраке, то он, конечно, должен быть большей частью белково-жировой. Наверное, если я говорю о своем завтраке, то мой любимый завтрак все-таки это яйца. Это могут быть яйца пашот, это может быть омлет, но это не жареные, конечно, яйца. Это могут быть яйца с овощами, это может быть кусок цельнозернового хлеба с кусочком семги, хлеб с маслом и с икрой. Ну, в общем-то, в принципе, кто как привык, но желательно, чтобы завтрак был белково-жировой. Вот это вот прям одно из таких ключевых моментов в моей консультации как врача-диетолога в плане, какой выбрать качественный завтрак. Несомненно, мы не должны переедать. Соответственно, вот этот подход первое, второе, третье компот и плюс после основного приема продолжить это в виде чаепития, это совершенно неверно. То есть еда должна быть вне всяких чаепитий. Основной прием пищи всегда должен начинаться с приема овощей. Поэтому есть сейчас, даже я видела недавно такую уникальную вещь, это тарелка, принцип здоровой тарелки, когда пол тарелки должны быть овощные. И есть прям тарелка, где красиво пол тарелки нарисованы овощи, то есть ты должна заполнить эту часть овощами. Треть тарелки у нас должен быть цельнозерновой какой-то компонент, да, это может быть какая-то крупа, какая-то каша, гречка. В принципе, это могут быть и... Даже цельнозерновой хлеб, наверное. Да, 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 даже цельнозерновой хлеб. И треть тарелки должен быть белковый компонент. Ну, а о белке тоже это особая тема. Вообще, я всегда за то, чтобы белковый компонент был во все приемы пищи. То есть нельзя есть там большим куском стейк, например, 300 грамм стейка, да, в один прием и говорить, я свою квоту белка съедаю за день. Это неправильно. Потому что мы качественно усваиваем в один прием до 30 граммов белка. И, соответственно, если мы качественно распределим наш белок на все приемы пищи, мы качественно его будем усваивать, и организм получит ту потребность в белке, которая ему необходима. Ну, и мы должны съедать не менее 1 грамма на килограмм идеального веса белка. И, ну, когда мы говорим о более старших, если нет каких-то патологий со стороны почек, то это 1,2 грамма на килограмм веса белка. То есть вот вообще рацион должен строиться все-таки вокруг белка. Ну, он строительный материал, насколько я понимаю, на протяжении всей жизни. Да, совершенно верно. Вот немножко вернусь к воде. Вот я читала, что она должна быть теплая. Есть вариант. Есть вариант, что она должна быть с лимоном. Вот здесь как? Холодную на самом деле не очень приятно пить с утра. Просто не очень приятно. Да, на самом деле холодную воду не очень приятно пить. Вода должна быть комнатной температуры. Иногда, чтобы запустить, я рекомендую сделать чуть теплее. Можно добавить немножко кипятка. В плане того, чтобы улучшить качество воды, можно добавить и грейпфрут, можно добавить и лимончик. Я всегда пью воду с лимоном. Но и в принципе вода должна быть качественно артезианской. То есть она должна быть питьевой водой, ни в коем случае не минеральной. Как я всегда объясняю, что вода любой минерализации является лечебной. То есть минеральную воду мы пьем строго по назначению и строго курсом. Поэтому в обычном режиме мы пьем обычную питьевую воду. Желательно, конечно, если эта вода хорошего качества. А вот раз уж мы затронули минеральную воду, которая пьется по назначению, как вы относитесь к фиточаям? Фиточай. Кто-то говорит, что это фитобомба. Опять-таки, да. Вообще все фиточаи, надо понимать, что растения тоже несут свою какую-то лечебную роль. Соответственно, когда мы рекомендуем какие-то фиточаи, они должны быть по назначению. То есть если мы говорим о толокнянке, кукурузных рыльцах, о бруснике, то мы говорим о том, что это мочеполовая система. И обычно рекомендуем брусничный чай или почечный сбор на период лечения каких-то почечных патологий. Если мы говорим о каких-то гастросборах, то это тоже целенаправленно, мы ожидаем какого-то лечебного эффекта. Поэтому принимать бесконтрольно фиточаи, это так же, как минеральная вода. Я все-таки просто так самому себе назначать не рекомендую. Вот когда вы говорили про завтрак, там не прозвучали фрукты. Мы фрукты вообще отдельно должны есть? Или это тоже в самом начале еды, до овощей? Вообще фрукты, да, хороший вопрос. Спасибо. В плане фруктов вопрос достаточно дискутабельный. На самом деле мы пришли к тому, что фрукты это та же самая фруктоза, да, это продукт из достаточно, если он очень сладкий фрукт, с высоким гликемическим индексом. И, соответственно, сейчас уже есть ограничения по фруктам, до одного-двух фруктов в день. Мы рекомендуем фрукты съедать в первой половине дня. Но я бы все-таки фрукты, наверное, рекомендовала есть до еды, а не после еды. Потому что процесс усвоения фруктов и все-таки это углеводы, он происходит гораздо быстрее. Но и все-таки не принимать, как у меня приносит дневник питания, говорит, ой, доктор, вы знаете, я так правильно питаюсь, я вечером съела два яблока. Я говорю, и очень даже плохо. Потому что эти два яблока – это фруктоза, это гликемический индекс, это подъем инсулина, сахаров. Соответственно, когда вы ложитесь спать, у вас высокий инсулин, он благополучно утилизирует вашу жировую массу, то есть углеводы в жировую ткань. И, соответственно, это не лучший выбор. Поэтому я рекомендую фрукты есть в первой половине дня, если нет проблем с весом, до 16 часов. А если есть проблемы с весом, то вообще чем раньше, тем лучше. То есть, получается, съел на ночь яблочко, прибавил в весе. И есть, прибавил, да. Это парадоксально звучит, конечно, потому что много лет нас привычали к тому, что это и… Клетчатка. Да, это клетчатка на ночь полезна. Это та же самая фруктоза, это та же самая глюкоза. Я уже очень рада тому, что вы пришли, вы уже открываете мне удивительные стороны. Хорошо, дальше пойдем. Почему набор ферментов у всех разный, насколько я понимаю, да? Это может быть связано с тем, что, например, вот мне моя мама говорила, что вот ты в детстве очень много болела, поэтому очень много антибиотиков тогда, других вариантов не было. И вот говорит она, что если в детстве, в раннем детстве ребенку давали много антибиотиков, то его кишечная флора навсегда как бы порушена и никогда до конца не восстановится. Это так или нет? Микробиота, да, она тяжело восстанавливается, но все-таки она восстанавливается, если с ней работать активно. И вот ваш вопрос прозвучал в плане… Про то, что одни и те же продукты кому-то приносят боль, там, несварение, я не знаю, плохо, а одна нормально все. Опять-таки есть такой момент, и сегодня как бы генетика шагает прям такими шагами в нашей официальной медицине. И когда мы говорим о персонализированной медицине, мы начинаем именно с вопросов генетики. И как раз-таки есть такие генетические моменты всех этих непереносимостей. То есть, соответственно, лактазная непереносимость, она может быть генетически заложена. Глютеновая непереносимость, да, или даже аллергия на глютен, или еще более дальше пойдем, есть такое сложное заболевание, как целиакия. Когда мы полностью исключаем всю продукту, содержащую пшеницу, овес, рожь, да, полностью исключается. Потому что любой продукт, в котором содержатся эти компоненты, будет вызывать обострение со стороны желудочно-кишечного тракта. Даже непереносимость кофе заложена в генетике, представляете? То есть, заглянув, открыв занавес своего генетического, причем я сегодня пришла к вам с таким генетическим тестом, да. И тут один из таких ключевых, как бы это, именно особенности и метаболизма, и реакции на пищевые продукты. То есть, есть метаболизм на кофеин. Кто-то кофе переносит прекрасно, от пяти чашек он чувствует себя абсолютно так же, как и без кофе. А кто-то выпил две чашки, и кучу всей побочки может красиво, красочно вам рассказать. Поэтому, во-первых, наверное, это вопросы генетики, но и, во-вторых, это вопросы заболеваний. То есть, опять-таки, возвращаясь... Того, что уже есть. Да, конечно. То есть, есть такие состояния, когда у человека по истечении жизни развился там либо аутоиммунный гастрит, который перешел в афтрофический гастрит. Недостаточно соляной кислоты, значит, он будет плохо переваривать и усваивать белок. Есть проблемы дискинезии желчевыводящих путей, когда желчоток нарушен, когда нарушена литогенность желчи, он будет плохо усваивать жиры. Соответственно, какие-то ферменты пойти, недостаточно каких-то ферментов в организме. Соответственно, это все будет влиять на процессы усвоения еды. Поэтому здесь, конечно, больше мы говорим о лечебном питании, о дообследовании, о таком вот, ну, о таком уже подходе индивидуальном к каждому, когда есть какие-то проблемы с пищеварением. А вот что касается генетики, да. Вот я вспомнила, что, допустим, есть такой тест сейчас, который определяет, сколько генов, каких генов в том или ином человеке преобладает. Ну, допустим, вот у меня делал такой тест сын, у него выяснилось, что 80% к Западной Европе относятся, к Западной Восточной Европе, все остальное, значит, это вот наша, как бы, более азиатская сторона. И вот интересно, если мы говорим, диетологи говорят, я читала, что надо стараться есть ту пищу, которая растет там, где ты родился. А гены тебе говорят о том, что ты вообще-то вот больше туда надо как бы есть артишоки, я не знаю, что там едят, да. Вот как с этим быть? Генный анализ говорит одно, а родился и ешь ты в другом совершенно регионе. Наталья, хороший вопрос, я даже предполагаю, о каком тесте вы говорите, это я когда-то начинала с этими тестами работать, это тест АТЛАС, да, скорее всего, вы о нем говорите. Название не знаю, возможно, да. Это такая книга о вас, да, о всех рисках генетических заболеваний, которые могут у вас возникнуть, какой риск популяции, какой риск конкретно у вас, да. И последняя, буквально одна страничка, кто вы по происхождению, то есть здесь разные вещи, происхождение и ваши пищевые привычки. Ведь мы эволюционируем в течение тысячелетий, да, вообще человечество существует на земле более двух тысяч лет. И, соответственно, вот я единственное, что могу сказать, что эволюционно мы имеем экономный генотип. Почему? Потому что раньше человеку, чтобы получить еду, надо было за едой охотиться. Сейчас нам не надо охотиться за едой, но почему-то эволюционно мы еще этот генотип не отработали. Мы в этом живем же, в этом же экономном генотипе. И, соответственно, наш организм очень активно может откладывать жировую массу в прозапас. Съел, ну отлично, мы тебе запасем в виде жирка, да. Как будто в этом месте эволюция решила ничего не менять. Как будто бы давайте подождем еще, да, вдруг что-то изменится, и нам это вернется. И на самом деле, если говорить по происхождению, то на сегодняшний день нет совершенно таких диет по происхождению. Вот вы, значит, вы европеец, вот вам европейский тип питания. Но могу сказать одно, что я, опять-таки, участвую во многих конференциях диетологических, конгрессах, очень много слушаю, обучаюсь. И самая исследованная диета, можно посмотреть ее на таком медицинском сайте PubMed, это средиземноморская диета. Именно средиземноморская диета, она исследована как лучшая диета, рекомендуемая как вариант правильного питания. Ну и если мы посмотрим эту пирамиду средиземноморской диеты, да, все очень просто, есть основания и выше, выше, выше. У основания это будет стоять растительная еда. Соответственно, именно растительная еда представлена в виде как раз-таки тех же самых свежих овощей, да, в виде фруктов как раз-таки, да, в виде цельнозерновых круп. Это то, что мы должны употреблять ежедневно. Далее в пирамиде идет, если я не ошибаюсь, далее в пирамиде идет мясо, да, мясо, рыба, яйца, молочка. Животные продукты какие-то. Да, животные продукты, которые мы должны употреблять еженедельно. Красное мясо относится к категории то, что мы должны употреблять один-два раза в месяц, представляете, один-два раза в месяц. И сладкое то же самое. То есть сладкое... Сладкое один раз в месяц? Один-два раза в месяц. Это невозможно. Представляете, вот так вот. И когда я говорю пациенту своему про углеводы, причем на самом деле нижняя часть это же углеводы, но это медленные углеводы. Когда мы говорим о квоте углеводов, углеводы должны в здоровом рационе составлять от 50 до 55%. Люди так радуются, говорят, блин, круто, 55% углеводов. Это же так здорово. Но углеводы углеводом розет, да, углеводы у нас различаются на медленные и быстрые углеводы. И, соответственно, когда мы говорим о углеводах как основном источнике питания, мы большей частью говорим о медленных углеводах. И это как раз-таки будут те овощи и цельнозерновые крупы, которые легли в основу нашей пирамиды. Поэтому я не люблю никаких запретов, я ничего своим клиентам не запрещаю. Я всегда говорю, самая плохая диета – это та, которая запрещает вам есть. Нет плохой и хорошей еды. Но, несомненно, есть польза и вред, да. Но если вам очень хочется, так вы себе позвольте. Потому что если вы всегда будете себя ограничивать, то вы всегда будете на грани срыва. То есть в любой момент вы сорветесь. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, я могу сказать так, что нет такой рекомендации по происхождению. Тебе по происхождению, у тебя там такое происхождение, и ты будешь в западном стиле питания. Так как западный стиль питания – это фастфуд, да. Поэтому более исследована, более качественная диета – это все-таки средиземноморская. И мы каждому своему пациенту, в моей ситуации как врача, будем все-таки рекомендовать такой здоровый стиль питания. Спасибо. Вот следующий вопрос касается, в принципе, тоже стиля питания, и он связан с семьей. Мы же все выросли, ну большинство людей все-таки выросли в семье, семейными традициями. И в этих традициях заложены также пищевые традиции. Ну, допустим, вот у нас принято, что раз в день человек должен есть суп, да, жидкость какая-то. У кого-то национальной кухни сюда же можно привнести, да. Вот, например, для людей, которые приезжают в Татарстан, татарская кухня оказывается, ну, в общем-то, открытием. Но для меня, например, вот я предпочитаю, что для меня это слишком тяжелое, для меня конина, вот, ну, отсутствует как продукт и так далее. Да, это мое личное. Но она, в принципе, мне кажется, там много жареного, много печеного. Сверхали. Много жирной еды, вот тяжелая. Вот как относиться к тому, что человек вырос на этой еде и вроде бы, как бы, ну, до среднего возраста более-менее нормально все. Имеет смысл пересматривать, если нет никаких ярко выраженных предпосылок к этому? Так, такой достаточно двоякий получился вопрос, в каком плане. Да, на самом деле, все мы родом из детства. Семейное питание, да. То так или иначе этот культ еды вы понесете в свою семью. Если в семье были какие-то жесткие пищевые ограничения, то вы все время находитесь на грани такого пищевого срыва. И вы в любой момент можете начать злоупотреблять теми самыми вкусняшками, которых вас лишали в детстве, уже будучи в сознательном возрасте, когда себе можете позволить. Ну, это такое психологическое уже искажение. Да, да, да. Поэтому я все-таки за то, чтобы сейчас, учитывая, что мы уже вышли на такой этап, такого осознанного, будем говорить, питания, чтобы в семье мы взращивали все-таки правильные привычки питания. И самое лучшее питание, это, конечно, домашнее питание. Обычно, когда приходят, мне очень часто такое слышу, доктор, подберите мне питание, где я могу его заказывать. Я говорю, а вы готовы всю жизнь его заказывать? Конечно, никто не готов, хотя на этом строится целая индустрия бизнеса, когда люди заказывают питание и питаются через заказанное питание. И я всегда объясняю, вы поймите, что это сделано для того, чтобы заработать. А вы хотите питаться качественно, так купите хорошие продукты, приготовьте еду дома. Ну и, конечно, основные приемы пищи, они всегда должны быть застольные. То есть и наши дети, и мы сами должны завтракать, обедать и ужинать за столом. Это вот то, с чего мы с вами начали, да, качественно пережевывать, останавливаться в процессе приема пищи, да, положить свои приборы и прожевать хорошенько еду, не торопиться. Соответственно, вот такой вот качественный ритуал приема пищи, он должен быть. Ну и я всегда объясняю, что еда это как праздник, согласитесь? Да. И любой, любой, как бы праздник, да, дни рождения, ну я уже не говорю про Новый год, да, когда идет вот такое изобилие еды. Это все именно как идет через застолье. Соответственно, и застолье должно быть правильным, будем так говорить, да, мы должны уметь готовить правильные салаты. Но об этом перед Новым годом я давала такое небольшое интервью в вашей же программе. Вот. Ну и, соответственно, если мы преемственны вопросом правильного питания, вот сейчас сами, например, вы, Наталья, я как мама, да, и вот это взращиваю в своей семье, значит, и мой ребенок будет делать точно так же. Поэтому вот в своей семье не должно быть вот такого вот культа еды и не должно быть каких-то жестких ограничений, запретов. Вот. И по поводу татарской кухни, да, она уникальна, она красива, она вкусна, но когда мы говорим татарская кухня, что приходит первое в голову? Чак-чак. Во, супер, Наталья, вы прям это с языка сорвали, как говорится, да? Почему? Потому что на самом деле, когда мы говорим о татарской кухне, у нас сразу в голове все мучное. Все мучное, жареное, вкусное. Что такое чак-чак? Ну, не в обиду нашего. Тесто жареное в масле и меде. Вот, представляете? В обвяленном меде. Да, вы представляете? И я могу сказать, что это самое вредное сочетание, самое вредное. То есть это тесто, да, это мучное, это получается быстрый углевод, плюс еще он обжарен, да, термическая обработка в виде жарки, это не лучшая обработка. И плюс еще это все скреплено медом сладким. Огромным количеством меда. Огромным количеством меда. Соответственно, какое сочетание у нас получилось? Жиры плюс углеводы. И у меня есть такое золотое правило, я говорю, если в вашем рационе жиры плюс углеводы, это равняется висцеральный жир. Понимаете? И когда ко мне приходят мои клиентки любимые и говорят, Луиза Раэльна, ну что рассказывать? Я набираю вес, ну потому что я вот питаюсь, у меня татарская кухня. Я ем губадию, я ем балеш там, я ем чак-чак у меня вот так вот в семье, я ем чпычмаки там. И в основном она перечисляет именно кухню такую мучную, вредную, будем так говорить. Вся наша татарская кухня, она все-таки, если мы в нее не добавляем, опять-таки, того же самого средиземноморского, не делаем этого средиземноморского акцента и не добавляем те же самые салаты в основные приемы пищи, соответственно, наша кухня, к сожалению, становится не лучшей для ежедневного употребления. Поэтому я бы все-таки сакцентировалась или как бы рекомендовала бы добавить побольше овощей к нашей татарской кухне. А висцеральный жир это что? Висцеральный жир это внутренний жир, это то, что запускает как раз-таки все метаболические процессы, или мы говорим хроническое такое низкоуровневое воспаление. И определить висцеральный жир очень просто. Я думаю, в каждой семье есть сантиметровая лента. Померив объем талии, мы можем определить, есть висцеральный жир или нет. То есть женская талия должна быть до 80 сантиметров, мужская талия не более 94 сантиметров. Если в том и другом случае, если талия больше этих показателей, то, соответственно, мы говорим о наличии висцерального ожирения и равно метаболического синдрома. Но это тоже целая глобальная моя тема, о которой я могу отдельно к вам прийти и побеседовать. Хорошо. И я немножко вернусь к ритуалу еды. И знаете, вот кто-то из древних, не помню, кто говорил, придавая, видимо, очень такую весомость еде, я всегда думаю о том, где я ем, что я ем, с кем я ем и когда я ем. Супер. Понимаете? То есть, ну вот как бы человек, вот это как раз просознанный процесс. И еще я заметила, что вот когда я интуитивно перешла на интуитивное питание... Какая вы продвинутая, Наталья! Случайно так получилось. И вот недавно я болела, я как бы очень ограниченно, ну как сказать, не очень люблю кофе много. Вот после болезни я не могла оторваться от него. И у меня вот, понимаете, из-за того, что постепенно начинаешь доверять себе, вот этот вот запрет, нельзя столько кофе, он ушел куда-то. Но я прям вот совершенно точно чувствую, я хочу кофе, хочу его бесконечно. Я его, ну, наверное, три или четыре дня пила много, вот прям по две-три чашки в день, все. И переносили хорошо? Прекрасно. И я спала прекрасно, у меня никаких не сердцебием, ну вот эта побочка та самая, ничего. Прошло три-четыре дня, и это все закончилось. Вот мне кажется, вот так оно и работает. Но для этого все-таки что должен делать человек? Он должен доверять себе, своему организму, прислушиваться. А это действительно бутерброд? Это действительно я хочу, мой организм? Или это хочет мое привычное восприятие, и все, что связано, антураж, который связан с этим бутербродом, это кафе, это общение, это воздействие рекламы и так далее, да? Да? Наверняка кажется, что, может, и не очень хочу я его на самом-то деле, да? Совершенно верно. Да, вообще, правильно так хорошо замечено, Наталья. Есть такая фраза, на самом деле, Гиппократа, пусть еда будет вашим лекарством, пока лекарство не стало вашей едой. Поэтому я считаю, действительно, мы должны питаться правильно, интуитивное питание. Вот то, к чему вы сами пришли, и даже то кофе, который вы принимали, скорее всего, в тот период вам не хватало энергии. И ваш кофе был как некий энергетик, который вам был необходим на тот момент времени. И вы, выпивая чашку кофе, чувствовали себя чуточку бодрее. Поэтому вот эти три дня, когда вам хотелось кофе, это была ваша внутренняя потребность. И вы ее удовлетворяли. И как бы вот это все прошло, сейчас вам достаточно энергии, вы ее получаете через продукты питания, и кофе, как само собой, отошло на тот план, на котором было ранее. Поэтому все объяснимо. Хорошо. А мы можем устроить некий такой блиц? Давайте. Вопрос-ответ? Давайте. Хорошо. Что считать водой? Ну, то есть говорят, что вода – это только вода. А кто-то говорит, суп – это вода, сок – это вода, компот – это вода и так далее. Что считать вот той самой водой, которую нужно пить перед едой и в течение дня 2-2,5 литра добирать? Наташ, ну вот опять-таки я для себя сделала такое некое открытие, когда недавно, прочитав, даже не скажу, какого точно автора, когда я прочитала, и там было указано, что вода – это в том числе и наши супы, в том числе и наши травяные чаи. Травяные чаи – это не зеленый и черный чай, именно травяные чаи, и обычная вода. Но и есть обычные нормы потребления вода – 30-40 мл на килограмм веса. Ну, как минимум 30 мл. Соответственно, если человек в избыточном весе, то мы пересчитываем на процент идеального веса. А так вот есть определенные нормы. Ну и, конечно, человек опять-таки интуитивно должен руководствоваться чувством жажды, да, и потом потребности в воде, они всегда меняются. То есть от сезона, в каких условиях мы находимся, мы даем какую-то физическую нагрузку, это летний сезон, жара на улице, когда нам хочется больше пить, это состояние какой-то болезни даже, да, когда питьевой режим мы рекомендуем увеличивать. То есть потребности организма в воде действительно, они могут меняться. Вот, даже от возраста они могут меняться. Поэтому вообще, конечно, надо приучать себя правильно пить, да, и правильно пить то, о чем, как мы с вами проговорили ранее, заканчивать прием пищи за 20-30 минут до приема основной пищи и начинать прием воды через час после еды. То есть не запивать еду. Соответственно, и вот эти нормы, стараться укладываться в нормы потребления 30-40 мл. Иногда я своих клиентов обучаю пить правильно воду, просто говорю, вы начните контролировать, сколько вы пьете. И когда они мне говорят четкое понимание, сколько они выпивают воды и начинают потихоньку эту воду прибавлять, они сделают для себя открытие, что они начинают себя лучше чувствовать. И есть такое понятие, центр голода и жажды расположены в гипоталамусе практически в одном и том же месте. И иногда чувство голода, чувство жажды мы воспринимаем как чувство голода. Если не пришло еще состояние физиологического голода, иногда достаточно выпить пару глотков воды или полстакана воды, чтобы понять, я хотела пить, а не есть. То есть еще есть мои полтора часа, когда я пойду обедать. И, соответственно, я выпила, мне хорошо. Значит, это был тот момент, когда мне надо было пить воду. Вот так, наверное, я бы ответила. Хотя это уже почти не блиц. Вы в этом ответе ответили еще на следующий вопрос, как раз по поводу, хотела акцентировать внимание зрителей на том, что отвыкаем пить чай после еды. Это прям очень важная, очень серьезная вещь, которую нужно менять в своих привычных традициях. Да, если мы не хотим в перспективе иметь каких-то дополнительных диагнозов, которые связаны просто с переполнением желудка. Они тоже могут быть. Вот с молочными продуктами есть вопрос, да? Есть такое мнение, я слышала, что чем человек старше, тем меньше ему нужны молочные продукты именно коровьего происхождения. Там коза допустима, продукты из козьего молока, а из коровьего недопустимо. Что здесь правда? Или это все-таки тоже лично у каждого? Персонально очень. Да, я бы, наверное, начала с того, что это реально больше лично, потому что, опять-таки, в генетике может быть заложена эта лактазная непереносимость, когда мы не переносим ввиду отсутствия фермента. Поэтому так сейчас стало модно, да, вот это направление безлактозное, потом растительное, растительное молоко, не молоко, овсяное молоко и все такое, да. Потому что на самом деле мы относимся к классу млекопитающих. То есть мы рождаемся, и первым источником питания нашего является молоко. И, в принципе, в течение первого года жизни, по сути, ребенок должен питаться только материнским молоком. И для все ферменты этого ребенка настроены на то, чтобы это молоко усваивалось, и этот ребенок развивался. Но по истечению времени этот фермент у нас начинает, как мы будем так говорить, угасать, его становится меньше и меньше. И обычно к 25 годам очень многие люди перестают переносить обычное молоко, да, большей частью казин молока. И, соответственно, если человек пьет молоко, и у него возникает состояние диспепсии даже вплоть до диареи, то это говорит о том, что он уже это молоко не переносит, да. Есть анализ, как раз-таки, на проверить генетику, можно даже по крови, не только по букальному соскобу. И если у вас четко идет вариант генома лактазной непереносимости, то вам молоко в чистом виде противопоказано. Но есть ферментированные продукты, потому что молоко все-таки является основным источником кальция. Через молоко мы получаем жизненно необходимые микроэлементы, жирорастворимые витамины, витамин А, Д, Е мы получаем. Молоко – это белок, это качественный белок. Поэтому сказать, что полностью его исключить, если нет на то показаний, наверное, будет неправильно. Но и плюс кисломолочная продукция – это все-таки уже ферментированная продукция. Это ферментация, и как раз-таки бактерии разрушают эту лактозу. И, соответственно, люди с лактазной непереносимостью могут использовать кисломолочный продукт. Именно такой вот некий такой индивидуальный подход должен быть. А так вообще старшему поколению все-таки я бы не рекомендовала пить цельное молоко. Хотя вот про козье молоко, да, состав козьего молока немножко отличен от корового молока. И все-таки больше аллергенов, как раз-таки вот этого козеина, молока коровы, более аллергичны детям. Поэтому первого года жизни вообще даже не дают корове молоко. У меня, кстати, вот семейная история, семейная история есть про то, что мой отец после войны, когда родился, он только благодаря козьему молоку вырос. Да, да. Есть такие варианты, что там с определенного времени, когда у мамочки отсутствует материнское грудное молоко, с трех, там, шести месяцев, как только ребенок, и не было вот этого нашего прогрессивного детского питания, да, сейчас детское питание тоже есть и безлактозное, в том числе, кормили детей козьим молоком, да, что оно менее аллергенно. Вот как. Продолжаем этот блиц. Вот смотрите, мясо. Красное то, красное мясо, которое мы должны по средиземноморской диете раз в месяц есть, да? Ограничивать. Все-таки, а если оно случилось, вот этот день, мы его как лучше есть? Вареным, запеченным, шашлык, я не знаю, бульон, ну вот вареный, это и есть бульон. В каком виде более полезный продукт для организма? Хороший такой вопрос. На самом деле, когда приходят ко мне женщины с анемией, да, и отсутствие красного мяса в рационе, это как раз-таки те дефициты, которые возникают на фоне отсутствия этого мяса. Это прежде всего дефицит железа и дефицит витамина В12. И я рекомендую своим пациентам все-таки включить в рацион красное мясо. Лучшая термическая обработка – это варить, запекать, тушить, ну и делать в виде котлетной массы на пару. Самая неправильная термическая обработка, которую я не рекомендую в рационах правильного питания – это жарить. Это усиление процессов гликации, это равно канцерогенез, да, образуются продукты гликации, которые очень вредны для нашего организма, поэтому жарить категорично не рекомендую. Но, с другой стороны, если мы говорим о такой нации, как грузины, да, армяне, ведь они любители красного мяса, шашлыка. Они мясо и трава, у них основная вот эта вот травка, вот эта специя. Как раз-таки, Наталья, вы правильно сказали, да. Если вы посмотрите, если вы были в Грузии, там, в Азербайджане, когда они накрывают столы… Вот столько мяса и вот столько травы. Первое, что они несут – это огромный поднос овощей и травы. Поэтому, если все-таки так случилось, что вот, ну, как бы, вот вам надо, есть какая-то трапеза, все-таки стейки и шашлыки никто не отменял, и это вкусно, то это должно быть всегда вприкуску с большим количеством травы и овощей. Тогда вы лучше это все будете усваивать. А если вы едите только чистое мясо, не факт, что вы его качественно будете усваивать. Хорошо, спасибо. Принимается следующий вопрос. Сахар, или, точнее говоря, сладкое, и целлюлит – прямая связь? Абсолютная. Абсолютная. На самом деле, если мы говорим о процессах старения, то самым главным, как сказать, таким фактором старения является процесс эгликации. Именно процессы связывания сахара с белками коллагена и эластина. И именно когда наша клиентка употребляет большое количество сладкое, мы считываем это буквально с ее лица. То есть вот такое вот сморщенное, отсутствие упругости, да, то есть раннее старение – это равно я ем много сладкого. Серьезно? Конечно. Поэтому вот если женщина очень желает сохранить свою молодость на долгие годы, не только ходить к косметологам, но она должна и правильно питаться. Поэтому сладкое, конечно, в первую очередь, это тот продукт, который мы максимально исключаем. Ну, опять-таки, без запретов позволяем в виде какого-то… Без фанатизма. Да, да, без фанатизма, как пищевой зигзаг, иногда себя побаловать. Но не каждый день. Слушайте, поразительно. Я никогда не слышала, что излишнее потребление сладкого отражается на лице. Конечно. Даже на цвете лица. Да, слышала про то, что там прыщики у подростков может быть. Но это уже про все, что связано с прыщиками, это больше отражение на состоянии микробиоты. Это больше то, что происходит с нашей микробиотой, происходит с желудочно-кишечным трактом. Это все, конечно, как я говорю, лицо и наша кожа – это зеркало нашего кишечника. Все, я со сладким завязываю. Вы меня прямо сейчас окончательно увезли в этом. На следующей встрече обязательно спрошу. Конечно. Как у вас с этим? Да. Дальше. Нарушения пищевого поведения. Они у нас разные есть. Булемия есть, анорексия есть, еще какие-то, возможно, есть. Это всегда к психологу, к психиатру, к психотерапевту вопрос? Ну, в большей части те состояния, те состояния, которые вы конкретно назвали. Которые уже болезнями имеются. Это анорексия, это булемия, это, конечно, больше к психологам, потому что это нарушены именно отношения с едой. Но сейчас, даже будучи диетологом, да, я на своих приемах обязательно заполняю так называемый голландский опросник пищевого поведения, да, где определяют три варианта нарушения пищевого поведения. Ограничитель, да, человек, который очень много перепробовал диеты, себя жестко ограничивает. Второе, это эмоциональное поведение, эмоциональное, наверное, даже правильно сказать, да, человек, который склонен к тому, что он заедает свои эмоции, и экстернальное пищевое поведение. Сюда, наверное, больше вот эти варианты компульсивного переедания. Это уже тоже больше когнитивно-поведенческая терапия. И такую часть, вот третью экстернальщиков, я больше все-таки буду вести совместно с психологами, да. Если с ограничителями я эмоциональными могу попробовать справиться сама, то с экстернальщиками, куда будет относиться как раз-таки вот это компульсивное переведание, вот эти варианты нервной булемии, то это, конечно, совместная работа с психотерапевтом. Поняла. Хорошо. Такой интересный вопрос. Возможно, он очень необычно прозвучит. Сколько живет салат после того, как его приготовили? Ну, например, вот традиционная шуба, которую любит вся страна на Новый год. Есть миф или не миф о том, что шуба должна настояться? Ну, словно говоря, ее приготовили сегодня, съесть ее лучше завтра. Убийственный вопрос, но он есть. Что на самом деле? Шуба вообще не подходит ни под какие. Благо у нас шуба – это такое чисто новогоднее, так будем говорить, этот салат, который мы всегда готовим на Новый год. Причем моя семья не исключение, мы тоже очень любим селедку под шубой. Но все-таки все зависит от того, какие компоненты добавлены в этот салат. И зачастую мы в салаты добавляем очень много сырых компонентов, термически необработанных компонентов. И, соответственно, жизнь этого салата, ну, максимум сутки. Вообще не рекомендуется есть еду, которая хранилась в холодильнике. Потому что там повышается уровень гистамина в этой еде, потому что это больший вариант того, что может произойти пищевое отравление. Там идет бактериальное обсеменение, если это какие-то сырые продукты. И, соответственно, риски того, что вы можете просто получить пищевое отравление, аллергия, говорю, пищевое отравление от такого салата очень высоки. Поэтому самый большой наплыв, наверное, пациентов после новогодних праздников происходит в наших стационарах, потому что люди пытаются доедать те салаты, которые они приготовили на какое-то торжество, на праздник, ну, в частности, на Новый год. Вот. Поэтому я бы не рекомендовала хранить более суток, да, при всем том, что мы говорим, настояться. Да, ну, сделайте его за, ну, 5-6 часов раньше, чем ваше мероприятие. И съешьте, сделайте такое количество, что это было вот однократное застолье. Все этот салат съели, очень вас похвалили за такой вкусный салат. И история с этим салатом закончилась. Закончилась, да. Не надо хранить. К слову, в защиту салата селите под шубой. Скажу, что там нет, в моем рецепте, по крайней мере, нет свежих овощей или фруктов. Там все обработано термически. Нет, я бы не сказала. А, лук, лук, точно, точно. Во-первых, лук мы ставим, лук обязательно добавляем. И некоторые еще яблочко добавляют. Да, да, да. Мы всегда стараемся приготовить впрок. То есть съесть один раз, убрать в холодильник, а потом завтра еще на обед ужин. Возможно, у меня не будет времени приготовить. Вообще, я сторонник того и приучаю своих родителей, чтобы еда была всегда свежеприготовленная. Свежеприготовленная. Потому что свежая приготовленная еда, она является более качественной для усвоения. Это вот тоже важный момент. Это очень важно, да. Я так понимаю, у нас сегодня с вами только первая встреча. Даже так. Да, в разговоре о правильном питании. Потому что, ну, действительно, очень много аспектов, очень много интересных тем. Очень много того, что нужно менять во благо, во спасение себя. В продлении здорового, вот этого длинного периода здоровой жизни. С хорошим состоянием здоровья кожи, да, с хорошим самочувствием, хорошим настроением. Поэтому об этом можно и нужно говорить. Бесконечно много. Можно говорить целый день и отвечать на вопросы буквально. Я вообще люблю вот этот вариант вопрос-ответа. У меня я недавно, учитывая, что я сегодня нахожусь в рамках такого студенческого, да, проекта, будем говорить. Я на прошлой неделе была в качестве эксперта фестиваля здоровья студенческого, где общалась со студентами. Я получила столько удовольствия, и все студенты настолько разные. Кто-то прямо задачен, озабоченный своим питанием и своим здоровьем. А иногда мне кажется, что вот эта вот вседоступность интернета дает столько информации, которую мы не всегда можем качественно обработать, да. И у меня была такая встреча с молодым человеком, парень, студент, который задал столько мне вопросов вместо положенных 5-7 минут. Он у меня 20-30 минут не мог от меня уйти. Но действительно, его информированность настолько высока, мне это было приятно слышать. Но когда он сказал фразу, что он себе назначает препараты, которые сам себе прописывает, это был у меня шок. Поэтому я всегда считаю, что все-таки каждый специалист должен заниматься своим делом. Да, даже если вы имеете доступ к информации, можете проанализировать свои анализы, делать себе назначение точно не стоит. Поэтому вот как-то вот надо общаться, надо как бы рассказывать, больше вещать нашим студентам о том, что уметь надо все-таки фильтровать то, что вы получаете с интернета. Я с вами абсолютно полностью согласна. И в завершении программы могу сказать, что да, тело наше не поле для экспериментов. Абсолютно. И нужно стараться во всей этой новой информации оставаться бережным к себе. И да, беречь себя именно с точки зрения питания тоже. Абсолютно верно. Спасибо вам огромное за участие. Очень было интересно, познавательно. Я столько нового узнала. И теперь обязательно буду это применять в практике. И да, мы вместе с нашими гостями радуемся за интуитивное питание. Посмотрите, почитайте книги, которые назвала Влада Заравильевна. Может быть, что-то и откликнется. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. Берегите себя. Спасибо огромное, Наталья. Мне тоже было очень приятно общаться с вами. До свидания. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. В студии работала Наталья Ежова.